привет друзья и рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня мы продолжаем с вами историю про острова французской полинезии про райотею и таха это один большой а то внутри которого расположены эти два островочка напоминаю что этот а то находится в 100 милях от муреи где мы ранее были и оставил 115 милях от таити от столицы папе это ну и это все находится на расстоянии пяти тысяч морских миль от панамского канала через маркезы туамоту и мы попадаем на острова сообщества и либо соса я теленц и про таха и райотея сегодня будет наш выпуск готовы погнали coral garden это очень красивое место отель вот на острове но нам нужны вот эти маленькие островки и между ними вот как раз это вся нырялка на мелководье и там коралловый сад сейчас мы вам это все покажем якоринг здесь на 6 метрах практически дно все время песчаное но иногда тут есть кораллы ну коралл хеды но ничего с ним не сделаешь они как бы не страшно и но мы бросали якорь на песочек и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не нужно куда-то далеко ехать Ну что, мы начинаем нырять в Coral Garden Хочу немножечко вам рассказать, что это за место Это природно сформированное место Люди здесь не принимали никакого участия Между небольшими моту-островочками Есть места, где формируется большое течение И большое течение снаружи рифа приносит очень много питательных веществ Планктона и всего много разного внутрь лагуны И на таких местах, где обеспечен хороший проток воды Извне формируется экосистема И в этом месте экосистема это что-то невероятное Глубина метра полтора, наверное, максимум может быть два Но такого количества разнообразных рыб, моллюсков, кораллов, растений Мы, конечно, не встречали, наверное, даже нигде Здесь очень большое разнообразие всего И оно сконцентрировано на очень маленькой площади И, конечно, тут плавать это что-то великолепное Потому что, когда вы проплываете, мимо вас проплывает огромное количество цветных рыб Они не боятся людей, потому что люди не являются для них чем-то опасным И люди на них не охотятся И многие рыбы пользуются туристами для того, чтобы находить еду Например, если мы проплываем в ластах и поднимаем песок То из этого песка рыбы находят каких-то рачков Там может быть моллюсков, может быть что-то еще, то, что они любят есть И вокруг вас, когда вы плаваете, просто с маской находится постоянно рой разных рыб Которые вокруг вас, они любопытные, они хотят с вами какой-то интерконнекшен вести Некоторые рыбы защищают свои территории и могут на вас нападать Но это очень смешно, потому что рыба размером 5-7 сантиметров Когда ведет себя агрессивно, это даже выглядит смешно Но здесь очень много разных животных Например, мы видели несколько осьминогов, с которыми можно было прямо рядом их потрогать Провести время, за ними погоняться Они мимикрируют, меняют свои цвета И очень интересно то, что здесь можно увидеть огромное количество кораллов Кстати говоря, давайте я вам про кораллы немножко расскажу Потому что кораллы это живой организм И их невероятное количество, больше 6 тысяч видов кораллов на нашей планете Многие кораллы формируют атоллы, либо коралл хэт, который находится внутри атоллов То есть это большая настоящая экосистема А коралл это, как я уже говорил, живой организм У которого образуются скелеты из карбоната кальция То есть, грубо говоря, кальциевые наросты То есть при росте кораллов формируется кальциевый скелет Который формирует различные размеры Плюс этот скелет может иметь различные цвета Ну не говоря уже про формы, размеры и так далее Но давайте я вам еще немножечко расскажу про кораллы И расскажу про то, как они между собой классифицируются Например, один из самых распространенных это каменистые кораллы То есть это самые распространенные, которые являются основой коралловых рифов И они также состоят из карбоната кальция И структура, которая формируется в коралле Оно имеет структуру такую, как у снежинки То есть шестиугольную и звездообразную форму То есть каменистые кораллы бывают также разных цветов и размеров И еще бывают, например, мозговые, пластинчатые, ветвистые, грибовидные и так далее То есть это огромное количество и большая семья кораллов Также есть мягкие кораллы, у которых нету твердого скелета И есть большое количество гибких волокон Также из кальциевого карбоната или других органических веществ Такие кораллы зачастую имеют верообразную и древообразную и кустарникообразную форму И мягкие кораллы бывают также разных расцветок и форм Но в основном большинство из них это яркие краски Красные, синие, зеленые и так далее То есть это тоже являются кораллы Есть черные и красные кораллы, которые находятся сейчас под угрозой исчезновения Это очень редкие кораллы, которые живут на большой глубине И сейчас их становится все меньше и меньше И во многих странах, если, допустим, у вас найдут черный коралл или красный коралл Может быть огромное количество проблем Вплоть до того, что могут посадить в тюрьму Потому что во многих местах эти типы кораллов, их не то, что там запрещено рвать Их запрещено вообще даже подбирать, если они дохлые валяются на берегу Поэтому изучайте местное законодательство, чтобы не попасть в очень серьезные проблемы Ну и есть еще огненные кораллы На самом деле это не являются кораллами Потому что у них немножечко другой скелет Ну у них также есть скелет из карбоната кальция Но он идет с мелкими отверстиями, из которых вылазят щупальцы И в принципе это относится к семейству гидроидных полипов Потому как это не совсем является коралл Так как внутри них находится тоже живой организм Но он более активный, чем то, что обычно растет на самих кораллах То, что мы можем видеть, когда ныряем А теперь я вам хочу рассказать немножечко про рыб То есть рыб, которые живут в Тихом океане Вы знаете, что одна из рыб-символов Тихого океана Это рыба-клоун, рыбка Немо Из мультфильма «В поисках Немо» Так вот, чем интересна эта рыба, то что она живет в очень большом симбиозе с анимонами Анимоны, они обжигают других рыб Потому что у них на поверхности является такая слизь, которая для рыб является очень болезненной Это специальная защита, чтобы рыбы к ним не приближались А вот рыбка-клоун живет внутри анимона И у нее организм сделан таким образом, что ее не жали вот этот элемент, который опасен для других рыб Поэтому в случае опасности рыбки Немо или рыбка-клоун Они прячутся внутри анимона И этих рыб очень большое количество Они очень разнообразные Есть красные, есть там полосатые, темные Но все равно это рыбка-клоун И еще рыба-клоун интересна тем, что она может менять свой пол Поэтому такие вот уникальные рыбы вы можете встретить Когда вы вот находитесь просто внутри И ныряете с другими рыбами И смотрите на это все Это очень интересно Еще, кстати, символом Тихого океана является морской конек Но я думаю, что не нужно рассказывать, что это такое И интересно тем Конек интересен тем, что именно самцы, а не самки Вынашивают свою икру на брюшке То есть вот такая уникальная в природе есть Такое уникальное в природе есть животное И оно является также символом Тихого океана Ну и еще символом Тихого океана является моллюск Который называется клэмп шелл или моллюск корона Который может быть там больше чем метр в размере И иметь очень большую и мощную раковину Которая может быть там 10 килограмм и больше И, кстати говоря, их во многих странах Здесь в Тихом океане едят И они являются для местных жителей большим деликатесом Куда можно приехать и понырять Сюда привозят туры Но вы же понимаете, что на лодке это все происходит куда проще Несись Куда я поезд Поминаю Реально очень мелко и очень сложно выруливать между этих коралл хедов Но это нас никогда не останавливает Сейчас Дина нас дотащит Трепанги Это, между прочим, все съедобное И вкусное И вообще Так, вот мы пришли на необитаемый остров Реально дикий Наш тузик стоит на якоре Под кокосовыми пальмами Да, под кокосовыми пальмами правило не ходить Потому что если кокос упадет То будет вам дырка в голове А тут все кокосовы Донбасс 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А здесь такой Private Beach Кто это там впереди? Эль Тузо Эль Тузо Анекс Так Слушай, красиво как Ну и раз уж мы приехали на этот остров Мы посмотрели полоции Что сзади за островом возле большого рифа Есть место для снорклинга Ну мы не очень доверяем конечно таким местам Но решили все проверить самостоятельно И посмотреть что же там под водой такого интересного На мелководье всегда большое количество скатов Здесь ничего удивительного нету Они живут на песочке И ты когда едешь на Тузике Ты их конечно встречаешь очень часто И они классные Они убегают Но не так прямо чтобы очень сильно Теперь мы бросаем якорь Мы обычно стараемся бросать якорь Так чтобы не повредить какие-то кораллы И чтобы цепь по кораллам не ездила И начинаем снорклить Но скажу честно Место здесь для снорклинга Совершенно неинтересное Конечно есть здесь кораллы И наверное самое большое преимущество Нахождения в таких местах Это просто что вы плаваете У вас есть какая-то активность А возле барьерного рифа достаточно большое течение И приходится это течение преодолевать Именно поэтому когда ты вроде полчаса поплавал И выходишь на лодку Ты уставший Потому что приходилось эти полчаса Очень сильно грести А здесь ну как обычно В местах где не самый интересный риф Всегда можно что-то увидеть Такое прикольное Типа вот как вы видели только что Большие морские огурцы Такие странного вида Разные рыбы Но это достаточно обычный вид Который находится под водой То есть ради такого вида Сюда наверняка никто не ездит Для дайвинга и снорклинга Но если вы уже здесь Посидеть под водой Не знаю полчасика 40 минут Увидеть А вдруг получится увидеть Каких-то акул интересных Или в принципе здесь же красиво Нельзя сказать что Самое великолепное место Но для проведения времени под водой Вполне себе пригодное Ну как тебе тут? Мне понравилось Завтра с утра Попет Пойдем здесь поплаваем обязательно Очень красивые есть рифы Ну в смысле кораллы Такие прям шапки огромные Есть куча рыбок Есть такие рыбки Которых мы еще не видели Где мои очки? Итак народ У нас задача Мы сейчас едем на фабрику Жемчуга И посмотрим Как он растет Как он продается Что с ним делают И это вообще Дина сама все придумала И сама реализовала Вези меня Мы уже проехали 2 мили Здесь водичка такая Немножко чопи Поэтому прыгаем Вот смотрите Волны какие Ну мы идем на глистере У нас скорость узлов 15 наверное Поэтому идем мы быстро А сейчас вот еще Дина смотрит Куда нам ехать Нам еще прилично ехать Хорошо поехали Ну а дальше мы едем На устричную ферму Конечно Условия для поездки Не самые оптимальные Потому что очень чопи И лодка разбивает воду На ней прыгаешь Просто осатанело И так ездить долго Очень напрягает Ах приехали Едет Короче сейчас посмотрим Что здесь Как они делают Очень интересно Очень мы начали наш бизнес семь лет назад у нас в штате есть один техник который работает на part time и этот человек работает у нас уже очень давно он из японии и очень хорошо понимает индустрию производства жемчуга единственное что он уже очень старый и мы подумываем нанять кого-то более молодого чтобы работал более эффективно в этой сетке у нас растут маленькие ракушки мы их покупаем поштучно и они прилетают самолетом с атолла туомоту где их на фермах выращивают и продают таким компаниям как наша на рай а ты и нету маленьких ракушек потому что здесь очень большое количество рифовых рыб у которых очень мощный рот и они ими ломают маленькие ракушки и здесь в природе они расти не могут поэтому мы их прячем в сетке и они защищены от рыб и продолжают расти пока не станут уже самостоятельными а после того как они вырастают мы их кладем в такие палеты для того чтобы их уже защитить от других жителей для больших ракушек опасные черепахи потому что у них очень мощная пасть и они уничтожают ракушки которым даже больше четырех лет для защиты мы в каждой ракушке сверлим отверстие и надеваем их на леску которые приматываем уже ракушки непосредственно к веревкам которые находятся внутри таким образом наши ракушки защищены от внешних обстоятельств и они удобно находятся в одном месте в таком состоянии маленькие ракушки растут на протяжении нескольких лет и тогда когда они становятся большие и увеличиваются по размеру мы их переселяем для производства жемчуга ракушка должна быть старше трех лет в этой сетке ракушки младше одного года мы единственная фирма которая растит ракушки растит жемчужины с маленьких ракушек другие фермы не ждут столько долго потому что с маленького размера проходит два три четыре года прежде чем мы можем получать какую-то продукцию а это очень длинный срок но зато нам их очень дешево привозить самолетом а большие привозить это крайне крайне дорого для того чтобы сделать ферму вам нужно как минимум сто тысяч ракушек на нашей ферме 180 тысяч ракушек а если мы берем большие фермы которые находятся на туомоту там идет 1 миллион 10 миллионов 15 миллионов ракушек давайте теперь я вам расскажу немножко про технологию производства первые ракушки это почти всегда будет брак в жемчуге поэтому мы делаем следующее мы берем кусок либо ракушки либо какого-нибудь стекла и приклеиваем его прямо к перламутру ракушки и на протяжении там какого-то времени они обрастают перламутром и каждая ракушка может сделать две три пять вот таких вот приросших жемчужин и мы их используем для производства ювелирных украшений таких как там браслеты ожерелья и прочее прочее а технология здесь очень простая они просто приклеиваются любым клеем к приоткрытой ракушке и сама полусфера обрастает перламутром и мы ее можем потом спокойно использовать это одна из технологий которая используется для свежих ракушек когда мы еще не знаем что эти ракушки могут произвести действительно хороший по качеству продукт а теперь давайте я вам расскажу как делаются сами жемчужины непосредственно ракушка должна быть старше трех лет но для того чтобы нам вырастить жемчуг нам нужно сделать целый ряд манипуляций во первых нам нужна жертвенная ракушка но жертвенная ракушка также должна иметь хорошие характеристики быть здоровой и иметь очень красивый цвет перламутра такие жертвенные ракушки убиваются и из нее делается мы это называем донор то есть та часть которая будет помещена внутрь другой ракушки и это даст возможность формировать красивый слой перламутра и чем дольше жемчужинка будет находиться внутри ракушки тем более толстый слой перламутра будет на ней нанесен и в природе конечно перламутр бывает и полностью ракушка полного размера но мы внутри делаем сферу на основании которой уже формируется жемчужина с одного донора мы можем сделать 40 50 различных ракушек для этого нам нужно отделить кусок ракушки мы называем это мантией и эта часть будет подселена уже в следующую ракушку то есть у нас тут есть две части первая серая и вторая черная черная нам не нужна мы ее отрезаем и выбрасываем а нас интересует только та часть которая серая я сейчас ее режу у меня нету инструмента потому что я его оставил на фабрике но здесь будет все понятно то есть мы вот отрезаем ту часть которая нужна и уже эту часть режем на какие-то небольшие кусочки кстати говоря у нас после того как мы порезали ракушку есть всего 45 минут для того чтобы ее подселить следующую иначе этот донор умрет и никакого качества производства жемчуга не получится а дальше техник должен работать очень быстро потому что ему нужно приоткрыть живую ракушку посмотреть чтобы она была здоровая и хорошего качества желательно чтобы у нее еще был красивый цвет перламутра при открытии нужно специальным инструментом так чтобы ракушка осталась в живых но давайте я вам сейчас покажу на открытой ракушке техник знает как это сделать на приоткрытой для этого всего наш техник использует специальный инструмент в первую очередь нам нужно найти то место куда будет подселен донор и подселен шарик который будет обрастать перламутром для этого специальным инструментом приоткрывается карман и туда вкладывается маленький шарик кстати шарики имеют ряд стандартов и например на одном миллиметре есть три размера то есть нужно очень четко соблюдать технологию иначе не получится никакого результата в этот карман кладется вот такой шарик который будет потом впоследствии обрастать и очень важно на этот шарик положить донор если этого не сделать то шарик обрастать перламутром не будет получается так что инородное тело внутри образовывается такой карман внутри которого лежит жемчужина и это инородное тело начинает обрастать перламутром как защитой от каких-то внешних паразитов или внешних воздействий именно так слой за слоем изолируя инородное тело ракушка растит жемчужину внутри своего кармана после того как жемчужина размещена внутри ракушки мы ее оставляем на 18 месяцев за этот период формируется тот слой перламутра который действительно нас интересует то есть мы можем говорить о качественном изделии через 18 месяцев после того как мы открываем ракушку мы можем посмотреть на качество изделий если качественно жемчужина без изъянов и она в идеальном состоянии тогда мы ее аккуратно вынимаем и мы можем подселить туда новый шарик очень важно чтобы этот шарик был точно такого же размера как я вам говорил ранее в одном миллиметре у нас есть три размера шарика иначе будет брак если шарик будет меньше то форма перламутра будет не красивая с дефектами если шарик будет больше то этот карман не закроется и перламутром он не будет обрастать со всех сторон это очень сложная и кропотливая технология но если ракушка начинает делать хороший продукт то это очень имеет большое значение потому что жемчуг очень красивый из гоня вы мы мы как как мы у 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 а сами ракушки мы также используем у нас их покупают различные галереи для декора и оформления ресторанов баров у нас полностью безотходное производство и и и и и и и и и Вся наша семья исторически строила дома И этот дом не исключение Я попросил двух своих родственников Которые приехали ко мне И мы построили вот этот дом В котором мы сейчас живем со своей семьей И здесь же находится у нас фабрика и магазин В котором мы продаем тот жемчуг Который выращивается у нас на ферме Здесь в этом доме находится магазин и воркшоп То есть вся ювелирка, которая делается и продается у нас Делается именно в этом месте Когда мы делаем ювелирку Приходят собаки и лежат у нас на ногах Все жемчужины, которые вы видите здесь Это все выращенные у нас на ферме Все выращенные на Реоте Реоте это очень уникальное место Вы видите, что весь остров состоит из больших гор Именно поэтому у нас цвет наших жемчужин отличается Потому что другой состав почвы Ну и естественно Дина захотела себе жемчужину Потому что у нее уже есть две с других островов В французской Полинезии А здесь уникальная возможность получить еще одну жемчужину Прямо с Реоте Прямо с того места, где они выращиваются Прямо тут у них есть станок На котором можно просверлить жемчужину И они спросили, какого диаметра нужно отверстие И под веревочку, которая есть у Дины Они просверли от отверстия в жемчужине Именно в том месте, где Дина показала Потому что не все жемчужины уникальные И супер правильной формы Если есть небольшой дефект Они сильно отличаются в меньшую сторону по цене Но если в этом месте будет отверстие Для того, чтобы продеть веревочку То это совершенно не важно Потому что можно получить очень высокого качества жемчужину За абсолютно адекватные деньги Не достаточно, я думаю Вы видите? Не достаточно Да, достаточно Да, достаточно Да, думаю, что Дина Дина Привет, ребята Привет, ребята просто какой-то потому что вот это вот чопи сейчас дует больше 20 точно и ты едешь тебя водой забрызгивает все такое сраная родео вся отбита шея затекла все такое короче 12 почти 13 минут у нас занял наш trip и 2 и 6 морских мили расстояния в принципе скорость для вот таких вот условий неплохая но только это жесть дискомфортно просто жесть как ты себя чувствуешь потерпевший слегка ну что поехали плавать сейчас поедем вот туда сейчас едем вот туда там будем плавать хочешь жемчужину померить крутая тебя почти все не видно ты в темноте сидишь вот мы с вами побывали на рэйате тахи и я вам показал насколько удивительное это место есть на нашей планете не все так хорошо здесь с точки зрения яхтинга несмотря на то что выглядит это все хорошо здесь весь яхтинг заточен больше подчартерной компании а для таких круизеров как мы все жутко неудобно и вообще как-то сделано все через раку хотя места великолепные и красивая но я думаю что вы все увидели насколько здесь и как реализовано мы с вами двигаемся дальше идем на небольшой островочек который находится в 15 милях называется хохины там говорят есть неплохое яхтенная комьюнити но это мы выясним с вами уже в следующем видео проверяем колокольчик так вы не пропустите наши видео потому что движемся мы к бора-бора это будет через один выпуск я думаю вам будет интересно услышать наше мнение по этому раскрученному курорту поэтому подписка колокольчик пишем коммент делимся этим видео и до встречи уже в следующем выпуске пока